здравствуйте дорогие телезрители канала афонтова и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая тетя тани наши головы садовая уже вот такие и сейчас скажу почему когда начинается сезон а он начинается у нас знаете ли уже в ноябре и мы начинаем покупать семена и в декабре мы должны закончить покупку потому что пока выбор большой и хороший надо выбрать то что вам нравится речь пойдет о горохе конечно речь пойдет о горохе и вы задаете много вопросов какие из них надо приобрести вот я снимаю с витрины именно те которые бы вам понравились вы какой хотите горох чтобы он был выше вас ростом или все-таки был невысокий но сладкий и много вот это самый большой вопрос вот хочу оговориться сейчас голова занята основными плодовыми овощными растениями помидорами персами баклажанами картофелем и так далее пока об этом мысли нет но совершенно напрасно пока есть выбор надо купить потому что это та грядка которой вы подходите сразу как только приехали на дачу и детки и взрослые очень любят эту культуру вот здесь целая серия смотрите сахарная принцесса сахарная подружка сахарный великан то есть великан это говорит о том что у него лопатка очень длинная и у этих кстати тоже и конечно горох очень сладкий его можно консервировать из него можно готовить супы протертые не протертые вот все что угодно гарниры и помните кто ест много гороха не болеет диабетом запомнили вот в этой серии их еще сахарное чудо сахарный дружок сахарный сладкий жемчуг то есть но гороха много но это высокий горох вот такой и ему нужны опоры кстати сказать горох и бобы вы будете сеять на убывающей луне и очень рано когда и почва еще не прогрелась тогда он себя очень хорошо чувствует но среди горохов есть и невысокие некоторым нравится ползунки вот такой горошек но я предпочитаю такие сорта гороха как дерзкий и оксайский чем они хороши оксайский примерно сантиметров 70 вот такой сначала листья 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 кудряшки 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 и в верхней части сплошной цвет сплошные лопатки он небольшой он сладкий он прекрасно консервируется его не валит ветер дерзкий вообще сантиметров максимум 35 40 у него тоже одни кудряшки у основания немного листьев а потом сплошные лопатки но этот все-таки превосходит и по длине лопатки и по сладости своей а мы как маленькие дети куда взгляд не бросишь надо бы побежать посмотреть там как помидоры а ноги идут все равно грядки с горохом сладкий гигант посмотрите он какой интересный амброзия тоже очень интересно сейчас объясню почему лопатки так выглядят и конечно ползунок любимец публики за 7 рублей причем значит вот выбирая такой горох вы должны знать что вот эти горохи можно замораживать у них нету этой жесткой части на лопаточке да вот этой вот шнурочка такого который не жуется никак но это можно употреблять вот в таком виде и зимние ваши супы и борщи и щи с добавлением гороха будут просто замечательными это дает такой насыщенный вкус такое удовольствие ни с чем не сравним это же белок растительный его же нету в мясе его нету там в картофеле в особом количестве а здесь то он есть это то что организму надо нам не свинина нужна а вот такой вот нужен белок значит ну конечно ползунок понятное дело 20 сантиметров удовольствие зато ветер не повалит и ничего с ним не случится по вкусу конечно он далеко отличается от амброзии амброзия это как там переводится удовольствие богов что-то такое так это точно удовольствие когда он дорастет до такой степени что у него и горошки определяться конечно его сладости его вкус вот вкус именно у этого гороха особенный ну про горох на этом я попытаюсь закончить потому что суда войдет в эту программу еще фасоль остановлюсь на фасоли буквально пару минут фасоль в нашей жизни сибиряков по крайней мере не играет такой роли большой как бы хотелось бы потому что фасоль она замечательная хранится она прекрасно когда она уже вызрела и все-таки и лопатки фасоли ну население уже с этим продуктом знакомо и с удовольствием это употребляет здесь представленная фасоль практически посмотрите написано сакса без волокна что это значит это без твердого пергаментного слоя то есть собрав фасоль зеленой лопаткой как это называется стручок зеленая лопатка вы можете порезать и заморозить и зимой в гарнир это пожаренная с морковкой капусткой вы знаете как это вкусно а еще сливочками чуть-чуть да вообще просто мозги можно себе съесть смотрите цвет какой фиолетовый желтый зеленый такой желтовато-красный вот обратите внимание видите какой и это тоже говорит о том что вот в створках этой фасоли а мы молодые лопатки все это морозим и режем находится вот те самые антиоксиданты которые нас защищают от болезней страшных болезней поэтому фасоль на даче обязательно если фасоль написано кустовая значит она невысокая сантиметров 40 если написано жердёвая жердь это палка высотой 3 метра значит она вьющаяся на некоторых написано но на некоторых так и написано жердёвая значит выбирая опять вы все должны держать в голове и помнить что вам нужно здесь представлены еще некоторые виды фасоли которые нам не знакомы вигна вигна это тоже разновидность фасоли но и и лопатки будут превосходить все ваши ожидания они могут быть и по 50 сантиметров зеленая масса лопатки нежная сладкая прекрасно морозится и количество на кусте таких лопаток тоже превзойдет все ваши фантазии вот кроме фасоли и гороха конечно есть бобы бобы вот кстати представлены очень и очень широко белые бобы видели такие трижды белые вот они очень большая лопатка очень крупная до 25 сантиметров и боб очень крупный при замораживании я всегда так делаю я бобы замораживаю лущу их когда они еще не созрели когда они никакого оттенка цвета на вот покрытие семени не дали и черные бобы русские тоже нужно снимать едва-едва чтобы у них появился цвет у зерна тогда они очень вкусные а потом когда бобы созреют уже окончательно тогда они станут фиолетовые и это корочка вот этого зерна будет оболочка очень твердая я не очень это люблю значит еще раз повторю бобы фасоль и горох сеются очень рано и желательно на убывающей луне приобретая семена этих культур гороха фасоли и бобов откройте сразу пачки когда придете домой и посмотрите нет ли на них такого знаете точечки как будто туда кто-то вгрызся если есть тщательно уберите эти семена можете их выкинуть скорее всего они поражены зерновкой есть такой маленький вредитель чтобы не ра не распространить это на собственной даче а это маленькое такое противное существо она потом поразит все ваши посадки таких культур вы будете опечалены выберите тщательно касается и гороха и фасоли и бобов ну на этом пока все всего доброго вам и до свидания и и Субтитры подогнал «Симон»